Интересно. Давайте определимся вообще с итогами. Форум начинался с того, что очень много говорили про возобновляемые источники энергии. Говорили про стагнацию мировой энергетики, поднималось очень много вопросов. В итоге, как мы с вами пообщались перед интервью, в итоге, спустя неделю после форума, все забыли про возобновляемые источники энергии и все перешли к ядерной энергетике. Почему? В самом деле форум имел своим девизом простую мысль – атомная весна. И весь мир сейчас стоит на пороге бурного развития атомной энергетики. Потому что оказалось в условиях мирового кризиса роста цен на газ и нефть и ненадежности возобновляемых источников энергии, когда пропадает солнце или ветер, самый надежный и эффективный способ получения энергии – это ядерные технологии. И поэтому малая атомная энергетика сейчас двинется по всему миру. И Россия здесь тоже будет одной из первых. Кстати, я хочу вам сказать, что первая в мире малая энергетическая установка была создана тоже в Обнинске в 60-х годах и работала в Арктике. И мы сейчас должны вспомнить, что Россия стояла у истоков и этого нового направления. И сегодня Россия готова предъявить странам-партнерам шесть и даже больше модификаций малой атомной энергетики. Это и плавучие, и мобильные, и стационарные станции. По сути, это такой небольшой заводик по производству энергии, который создается очень быстро. Поэтому атомная весна – это новое явление, которое нам, России, даст новые возможности. Но я бы сказал, есть второй очень важный девиз, который там вспоминался – «кадры решают все». Да, об этом мы еще чуть позже с вами обязательно поговорим. Форум имеет огромное значение. Сейчас, как мы уже сказали, наблюдается мощнейший кризис энергетический. Какие еще выводы можно сделать вот спустя несколько дней, которые прошли в Сочи и собрали крупнейших специалистов? Я хочу сказать, что мы все должны обратить внимание еще на одну очень важную вещь. Что речь идет не только об использовании ядерной технологии для производства энергии. А речь идет о ядерной медицине, о ядерных технологиях в продовольственной безопасности. Это тоже некие установки производства радиофармпрепаратов. И в центре внимания на форуме обсуждения стоял новый, самый крупный в Европе, самый современный завод радиофармпрепаратов, который начинает строиться в Обниске. И этот завод станет в России центром новой системы. Около сотни клиник появится, где радиофармпрепараты будут нам помогать побороть рак, сердечно-сосудистые заболевания. То есть атомная энергия – это не только электричество, а это здоровье нации и здоровье мира. И Обнинск в центре событий. В Обнинске, в Наукограде об этом давно говорят. Давайте сначала, вы так вперед немножечко сбежали. Вы вместе с мэром Обнинска Татьяной Леоновой презентовали сейчас вновь проект. Правильно я понимаю? Да, мы рассказали. Давайте о нем чуть подробнее. Обнинск – уникальный город в части создания системы ядерного образования, ядерных знаний. Это единственное в мире место, где ядерные знания получают и студенты, и специалисты всех атомных проектов. Техническая академия, которая давно уже работает в Обнинске, и аналога которой нет в мире, она сейчас объединяется с университетом МИФИ, и мы создаем новую образовательную систему, которая обеспечит не только стартовую подготовку специалистов для всех проектов в мире, но и поддержание квалификации, переобучение, потому что технологии развиваются так быстро, что невозможно просто получить в институте знания и потом жить на этих знаниях. Геннадий Иванович, давайте проясним сейчас для нашей телеаудитории. Вот был сначала МИФИ, затем он стал НИИАУ МИФИ, он обновился, он объединился. Это Национальный исследовательский ядерный университет. Что с ним станет теперь? Вот каков сам проект? Давайте просто масштаб сейчас как-то обрисуем. МИФИ становится главным центром по подготовке кадров для атомных проектов и в России, и за рубежом. И поэтому в МИФИ и на Обнинской площадке мы уже сейчас видим студентов из десятков стран, а количество этих студентов будет только расти. Сейчас к нам будут приезжать учиться все новые и новые ребята для того, чтобы те страны, которые благодаря России вступают в атомный клуб, они имели гарантированное поступление специалистов. Это важнейшая задача, потому что нельзя поставить ядерную установку в какой-то стране, если мы точно не понимаем, что специалисты будут ей управлять надежно и безопасно. То есть мы говорим про уникальность этого центра, потому что это по сути единственный центр в мире такого уровня, который готовит и переподготовкой специалистов занимается, правильно? Это правда. И это сложилось исторически и сложилось в последние годы потому, что корпорация «Росатом» в последние годы, в отличие от наших коллег из Америки, Германии или Франции, не останавливала развитие атомной энергетики, а наращивала ее. А наращивание требовало кадров. И поэтому, когда сегодня даже ведущие страны мира, такие как Америка, решают, что им надо развивать атомную энергетику, возникает вопрос, а где брать специалистов? Потому что специалисты – это не только студенты. То есть они технологически отстают? Конечно. Они в образовании отстают. В атомном образовании серьезно отстают. Когда сейчас мы сформулировали проект создания в Обнинске Международного центра ядерных знаний, мы понимаем, что мы опираемся на уже созданный, очень эффективный потенциал. Ничего себе. Давайте поговорим тогда еще отдельно про парк атомных молекул, который, ну это так называемый Новый Сколково, который хотели создавать в Обнинске. Почему хотели? Потому что сейчас мы вас спросим, на какой все этапе. Год назад премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление. 20 миллиардов рублей, кажется, проект оценивался, да? Это наше обоснование в инвестициях. В инвестициях. Это не деньги федерального бюджета, я хочу вам сказать. Это наша программа развития этого центра парка атомных медицинских технологий. И сегодня я снова вспоминаю старую нашу мысль, что русские долго запрягают, потому что быстро ездят. Так вот, мы год запрягали, мы серьезную подготовку введем, и в следующем году мы предъявим те проекты, которые уже лежат на столе. И, кстати, наш завод радиофармпрепаратов, это 9 миллиардов. Это один из проектов из этого пакета. 9 миллиардов уже стартует. То есть почти 50% от заявленного объема инвестиций. Я думаю, будет гораздо больше. Больше 20? Конечно. Ну, вот давайте разберемся. Ну, парк это, в общем-то, отдельный проект. Одно дело готовить кадры, другое дело мы говорим именно про парк атомных молеков. Это инструмент, в том числе, направленный на то, чтобы студенты МИФИ имели возможность заниматься технологическими стартапами, творчеством, начиная почти с первого курса. На самом деле, это плацдарм для того, чтобы новейшие идеи, новейшие технологии шли в экономику. Вот точно так же, как новейшие технологии создания радиофармпрепаратов, теперь становятся производственной площадкой нового современного завода. Вот эту же логику мы будем реализовывать и для других проектов. Мы будем создавать национальные центры облучения всех продуктов, которые заражены по тем или иным причинам. Для сохранности зерна, урожая, эти технологии разработаны в Обнинске, и национальный центр будет создаваться в Обнинске. Так, вы, говоря год назад об этом проекте, сказали уверенно, смело, мы хотим победить рак. Да. И будут, соответственно, упускаться соответствующие препараты. Что сделано за год вот в этом направлении? Дело в том, что мы не стояли, а наш радиологический центр в Обнинске уже осваивает новые изотопы, новые методы лечения рака. И мы получим ускорение этих процессов. Количество новых методов и новых эффективных возможностей будет нарастать. И мы будем наращивать и клинику в Обнинске, и мы будем в Обнинске испытывать новые, уникальные установки для облучения, когда не нужно облучать большие пространства, а мы точно убьем раковую опухоль, которая образовалась где-то у человека. И вот эти все новые, новейшие технологии, они все будут создаваться и опробироваться с участием парка атомных и медицинских технологий. Да, хорошо, но мы и говорим про препараты, потому что это неоперабельные ситуации, правильно? Вы знаете, мы говорим, да, неоперабельные, это уже мы уходим с вами в медицинские технологии, но я хотел бы сказать об экономике. Дело в том, что в наш проект входит Внешэкономбанк, и Внешэкономбанк это же институт развития, который финансирует проекты, которые потом работают и в экономике. И в экономике это производство и продажа. И мы радиофармпрепараты будем не только доставлять во все клиники России, мы эти препараты будем продавать всему миру, потому что у нас уникальные технологии и уникальные препараты. Вот какие перспективы у нас открываются благодаря тому, что мы делаем. Вы даже опередили, вы говорили про то, что развитие этого парка это новое качество жизни абсолютно для всех нас. Это цитата. Это экономические вливания, это мощные поступления в бюджет региона, по крайней мере, это новое количество рабочих мест. Безусловно. В том числе, конечно, квалифицированные кадры опять же таки нужны. Что для региона значит этот парк в отдельности? Для страны мы уже поняли, для мира тоже. А для региона? Да, очень просто. Если мы в Калужской области собираем лучшие мозги для генерации идей и проектов, то эти мозги будут работать на всю область и на всю страну. Мы, конечно, не только рубли считаем, а мы считаем интеллектуальный потенциал, который наращивается в Калужской области. И между Обнинском и Калугой и тем же городом Протвино, который находится на границе с Калужской областью, будут мощнейшие новые коммуникации. Это работа ученых, специалистов на создание новых продуктов, которые будут выходить на рынок, в том числе на мировой рынок. Ну что ж, спасибо. Я думаю, что с этим вопросом в целом разобрались. Ждем, конечно же, развития этого очень масштабного проекта, максимально перспективного. Ну и поскольку вы у нас сегодня в гостях, какие-то, может быть, в законодательной базе, если есть изменения, которыми вы можете поделиться, что-то новое, что-то необходимое, важное, то мы готовы выслушать. Я хочу вам сказать, что внедрение новых технологий всегда требует корректировки законодательства. Нам нужно сделать так, чтобы нормативы, законы открывали дорогу новым технологиям. И здесь нам предстоит очень серьезная работа. И вот этот старт технологический, о котором мы с вами сегодня говорили, дает нам аргументы, чтобы приходить и в правительство, и в Государственную Думу, и предлагать менять законы. Менять законы для открытия простора для ядерных технологий. И мы будем это делать. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Действительно, Убнинский проект, он поражает своими перспективами. Это правда. Ну что ж, с вами была программа «Интересно». Оставайтесь с нами. Нам есть еще о чем поговорить. Убнинский проект, он поражает своими перспективами.